Всех приветствую дорогие друзья, с вами Владислав, это канал ноутбук 31. В последнее время стали часто приносить видеокарты, но типовые проблемы с заменой видеопамяти или ремонт цепи питания по типу сгоревшего транзистора вам точно не будут интересны, а поэтому встречайте еще один уникальный случай. Это игровая видеокарта от компании Asus, она долго проработала без всяких проблем, можно сказать надежно, но в один прекрасный момент с ней приключилась беда. Ни с того ни с сего изображение стало тухнуть, пропадать, без всяких предупреждений и вылетов синих экранов смерти. Все потухло, смотрите я даже не успел ничего сделать, после чего помогает только перезагрузка, а затем дефект повторяется, работать на такой видеокарте стало практически невозможно. В этом видео подробно познакомимся с типовой проблемой данной линейки видеокарт, научимся логически доходить до возникшей проблемы, ну и куда же без микроскопа, осциллографа и пайки микросхем. Если хотите узнать сколько же стоит подобный ремонт в нашем сервисном центре, то досмотрите этот ролик до конца. Ну и присаживайтесь поудобнее, наливайте кофеек с лимончиком и погнали, будет интересно. Сегодня у меня на ремонтом столе довольно игровая видеокарта от компании Asus и ее модель на ваших экранах это EX GTX 1070 на 8 гигабайт, естественно она сделана в Китае, а где же еще? Судя по желтой фирменной наклейке приобреталась карта в Nixie и естественно гарантию легко отходила. И начнем пожалуй как всегда с предыстории от нашего клиента подписчика. В общем за слов клиента эта видеокарта включается, работает, но под нагрузкой она тухнет, как сказал клиент, то есть она именно тухнет во время работы. Также обратите пожалуйста внимание, что на винтике крепления присутствует гарантийная пломба, карта точно не разбиралась и позже вы в этом убедитесь сами. А пока предлагаю проверить дефект, вдруг карточка полностью рабочая и такое тоже не один раз приносили. Подключаю видеокарту к тестовому стенду, ну и давайте проверять. Ну что, подключаем питание и включаем. Так, вентиляторы закрутились и картинка действительно есть. После загрузки операционной системы драйвер на эту видеокарту подхватился автоматически. И к счастью дефект не пришлось долго ждать. Хуже всего, когда проблема проявляется примерно раз в час, но это не тот случай. Так, все, рабочий стол есть. И давайте теперь посмотрим, насколько корректно определяется эта видеокарта. Установлен ли драйвер? Все, потухло. Смотрите, я даже не успел ничего сделать. Вентиляторы закрутились по максимуму. Даже звук слушайте. Компьютер на капслок, на намлок не реагирует и все полностью зависло. Как и сказал подписчик, тухнет изображение и на этом все. В этот момент времени изображение пропало и вентиляторы закрутились на максимум. Еще я сразу подметил, что из системы питания доносится странный звук. При повторном включении дефект повторился. При моем первоначальном тестировании дефекта точно могу сказать, что карта больше 10 секунд после загрузки ОС не продержалась. Изображение потухло снова. И так в цикле. Получается это не какой-то плавающий дефект, а дефектище, который сразу видно. Что радует. Честно сказать, я ранее не встречался с подобной проблемой. А поэтому первым делом решил проверить, нет ли каких-то проблем с видеопамятью. Так как черный экран и зависание очень похожи на это. Но после тестирования программы МАЦ проблем с видеопамятью не было обнаружено. И я понял, что меня наконец-то ждет интересный ремонт. Так друзья, при визуальном осмотре я обнаружил один сбитый конденсатор. И вот SMD конденсатор в районе питания видеопамяти. После визуального осмотра текстолита я обнаружил сбитый SMD элемент. Это конденсатор, как раз под видеопамятью. За кадром я его восстановил, но положительного результата так и не получил. Экран также тухнет и компьютер получается зависает намертво. Теперь точно можно приступить к ее разборке. Выкручиваю несколько винтов по периметру с помощью крестовой отвертки. Покупал в Белгороде на оптовке. Здесь для того, чтобы демонтировать систему охлаждения, пришлось выкрутить абсолютно все винты. И отсоединить коннектор вентилятора. Давай. Есть. В этот раз меня удивила термопаста. Так, смотрите-ка. У нас явно заводское охлаждение. У нас ни разу термопаста в своей жизни не менялась. Все внутри чистенько и шелковистенько. Даже не знаю, хорошо это или плохо. С одной стороны нет никаких вмешательств по типу сколотых кристаллов. А с другой термопаста давно пересохла. И возможно чип или система питания из-за этого перегревалась. Но это не точно. Но карта под нагрузкой выключается. Осматриваю материнскую плату на предмет явных дефектов. Перегрева или залития. Да и компаунд вроде бы неотклеенный. Блин, с виду вообще карта как новая. Нету никаких механических повреждений, ни следов залития, ничего. То есть возможно токовые датчики, шунты, вот они немного цвет потеряли. Даже как-то стало удивительно. Только с обратной стороны я обнаружил один сбитый СМД элемент, который ранее восстановил. И на этом все. В общем-то ничего в глаза не бросается. И так просто найти проблему не удалось. Но хотелка любого ремонтера в том, чтобы в КЗ оказалась какая-нибудь керамика или что-то подобное. Чтобы можно было сделать за пару-тройку минут. Наша видеокарта не этот случай. Далее приступаю к замерам. Может они нам что-то дадут. А заодно кому-то возможно понадобятся. Так, давай приступим к замерам. 12-ти вольтовая линия. Порядок. Порядок. PCI-Express. 62. 1,8 скорее всего. Память. GPU 1. При этом сопротивление щупов 0,8. В пределах нормы, тем более что карта включается. ДИФПАРЫ. После замера всех сопротивлений никаких проблем или уж тем более отклонений не обнаружено. Оно и не удивительно, ведь видеокарта включается и тухнет после загрузки рабочего стола. Следующим делом проверю ток потребления через лабораторный источник питания. Ранее в видео я этого не показывал, но такой метод диагностики практикую достаточно давно. Этим методом можно понять, насколько корректный ток поступает на плату, нет ли отклонений, да и заодно это позволит карточку не спалить. После ремонта в цепи питания 12 вольт. Так, друзья, решил запитать видеокарту от лабораторника, чтобы отследить ток потребления по дополнительному питанию. Потребление в дежурном режиме еще до запуска копеечное и составляет 0,06 ампера. После запуска видеокарты потребление составляет в среднем 1,3 ампера, что в среднем нормально. Есть рабочий стол и смотрите 1400, как-то так, 700. Далее тестирую графическую карту уже в разобранном состоянии. Как только видеокарта тухнет, ток потребления падает до 700 мА и в системе питания происходит ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ. В этом и заключается у нас проблема и с этим мы сейчас будем бороться. Далее осциллографом от компании Hantek проверяю правильность работы всех 6 фаз питания ГПУ Замеряю сигнал со стороны системы питания на питающих дросселях Значит у нас 6 фаз питания ГПУ 1, 2, 3, 4, 5, 6 Включаю плату Первая фаза Шим сигнал есть Вторая фаза Шим сигнал есть Третья фаза Сигнал есть Следующая есть Следующая есть А на последней фазе у нас ничего нет Как с этой стороны, так и с этой Да, при этом картинка сейчас и загрузка ОС есть Проблема найдена Это отсутствие какого-либо сигнала на 1 из 6 фаз питания Там полный 0 Даже после загрузки операционной системы фаза не активируется Очевидно, что у нас налицо проблемы с питанием этой фазы Итак, друзья, после замеров Шим сигнала оказалось, что на вот этой фазе Шим сигнала нет вообще Как из-под ДОСа при проверке МАЦом, так и при загрузке операционной системы Очевидно, что это ненормально Осматриваю визуально систему питания Здесь питание каждой конкретной фазы организовано следующим образом И состоит из драйвера и его обвязки Транзистора верхнего плеча и двух транзисторов нижнего плеча Далее идет дроссель, через который питание поступает непосредственно на видеочип Очевидно, что каждая фаза это верхний ключ, два нижних Верхний ключ, два нижних, верхний, два нижних Кстати, знаю точно, что по какому-то стечению обстоятельств Вышла из строя нижняя фаза Которая питается от разъема PCI-Express Остальные пять фаз запитываются от дополнительного питания Следующим этапом необходимо разобраться В каком именно элементе проблема Или группе элементов Перехожу под микроскоп и давайте посмотрим, какой драйвер здесь установлен И нет ли прогоревших элементов Вот она наша нерабочая фаза Драйвер управления здесь стоит с маркировкой DU-F66P И это у нас микросхема не что иное, как UP1959 Как видно из документации, это как раз таки однофазный 12-вольтовый драйвер управления Его работа достаточно примитивна На четвертый контакт ВТЦ должно поступать через резистор 4,7 Ом Напряжение питания Как раз таки 12 вольт При наличии шим сигнала на второй ножке Драйвер должен давать питание на фазу При условии, что все транзисторы исправны Итак, я сейчас буду замерять сопротивление на вот этих вот драйверах То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть фаз Шесть драйверов у нас И на этих резисторах я буду замерять сопротивление Значит, что у нас? Сопротивление щупов Далее будет небольшое уточнение Сопротивление моих щупов равно около 0,8 Ома При точных замерах, чтобы не путаться Всегда это число отнимайте 0,8 Теперь проверяем сначала резисторы на 4,7 Ома Так, 4,7 Ома Отнимаем сопротивление щупов И получаем как раз таки нужный номинал резистора На этом больше останавливаться не будем 5,5 Следующий резистор Последний На последней фазе Смотрите, а этот резистор у нас имеет сопротивление 109 Ом Хотя он на 4,7 А вот я и обнаружил загвоздку Сопротивление резистора номиналом 4,7 Ома Заметно уплыло и составляет примерно 110 Ом Уже при таком номинале работать фаза корректно не будет В общем-то никаких других отклонений в номиналах обвязки драйвера я не нашел В том числе замерив сопротивление транзисторов верхнего и нижнего плеча И единственное уплывшее значение я обнаружил у резистора по питанию данного драйвера То есть 4,7 Ома При осмотре данного резистора под микроскопом никаких механических повреждений нет Да и следов прогаров тоже Но если он изменил свой номинал, значит сгорел То есть на нем был превышен ток, который он может через себя пропустить Естественно напрашивается вывод, что резистор сгорел не сам по себе А его скорее всего вывел из строя драйвер управления Как раз таки UP1959 Но это только мое предположение Никакого заниженного сопротивления ни до, ни после этого резистора я не нашел Поэтому утверждать со 100% вероятностью я не могу Так, замеряю сопротивление повторно на этом самом резисторе Смотрите, сопротивление у нас 108-109 Ом Хотя на соседнем резисторе Как и положено 5,5 минус 0,8 и получится 4,7 Приступим к ремонту Необходимо как минимум заменить сгоревший резистор и драйвер управления этой фазой К большому сожалению у меня в наличии таких драйверов нет И где взять такую микросхему, спросите вы? Конечно же на моем любимом Алибазаре Перехожу на сайт Алиэкспресс и в поиске ввожу название микросхемы UP1959 Такие микросхемы соответственно присутствуют у моего проверенного поставщика Я взял минимум 10 штук Стоимость таких микросхем не самая дешевая Но можно же еще и сэкономить с помощью кэшбэк сервиса от Letyshops Друзья, уже совсем скоро стартует самая главная распродажа года 11.11 на Алиэкспресс Прикиньте, что только в том году в России накупили на 19,3 миллиарда рублей за 2 дня Потому что скидки до 70% действуют на миллионы товаров Мои друзья из Letyshops поддерживают распродажи Поэтому устраивают для вас конкурс Билет на электричку, где разыгрывают Теслу и другие призы Совершайте покупки с кэшбэком на сумму 25 долларов и получайте билет А собирать начать можно уже сегодня Я так и сделаю У меня уже есть товары, которые я хочу заказать Ведь чем больше билетов, тем больше шансов выиграть Не забывайте о том, что как на распродаже, так и до нее вы можете получить тройной кэшбэк Например, если бы вы с обычным кэшбэком вернули 200 рублей, то странным вам вернут 600 Но активации ограничены и этот момент нужно будет ловить в течение дня Регистрируйтесь в Letyshops, собирайте билеты и участвуйте в грандиозной распродаже Все ссылочки оставлю в описании Для вас прошла одна минута, а для меня чуть больше Микросхемы приехали ко мне абсолютно новые и красивые Ну и давайте попробуем их запаять Так как платы на видеокартах теплоемкие, то без нижнего подогрева я на них вообще ничего не паяю Как всегда, воспользуюсь нижним подогревом от компании ThermoPro Температуру выставляю в районе 300 градусов Закрываю электролитический конденсатор алюминиевой фольгой Для того, чтобы его пластиковый высокотемпературный корпус не поплавился Чтобы не нарушить эстетическое удовольствие Добавляю немного флюса NC559 Залуживаю свинцово-содержащим припоем резистор Выпаивать драйвер буду при помощи термофена от компании Quick Температуру выставляю около 315 градусов При такой температуре корпус рядом стоящего конденсатора никак не плавится Это уже проверено И при этом замечательно получается достичь температуру плавления без свинцового припоя Готово, неисправный драйвер и резистор успешно демонтировал Контактную площадку новой микросхемы за кадром обязательно залуживаю Теперь припаиваю микросхему на свое новое место И не забываю заменить прогоревший резистор Снял его с платы донора Готово, давайте проверять результат Очищаю все это дело от остатков флюса и грязи Делаю я это при помощи очистителя для карбюратора Припаял я все по заводу, но на всякий случай оцените качество пайки При помощи мультиметра от компании Mostech проверяю сопротивление замененного резистора 5,6 Ома, что по заводу Никаких заниженных сопротивлений на выводах драйвера также нет Теперь можно смело подключать видеокарту в тестовый стенд и проверять Есть ли какой-нибудь положительный результат Или я снова потерплю фиаско А после последнего ролика я уже побаиваюсь что-либо сразу включать Так, ну что, давайте проверим Будет ли счастье в жизни или нет Так, подключаю Так, проверяю сначала первую фазу Включаю тестовый стенд, ну и давайте смотреть Таким же образом замеряешь им сигнал на всех фазах Так, подключаем 12 вольт Так, нормально Так, первую фазу проверяю Поехали Первая фаза есть Последняя Неа Плата включилась, но фаза так и не поднялась Да У нас нет напряжения никакого Это печально А вы что думали, что сразу все заработает? Черта с два Фаза не завелась Увы и ах Честно говоря, такого результата моих действий я не ожидал Что меня ввело в глубокий ступор? А что же там еще могло сломаться? Короче, как я и думал, все не так просто Будем смотреть дальше После подключения видеокарты в тестовый стенд Резистор номиналом 4,7 Ома снова сгорел Опять же сгорел только этот резистор И больше ничего Обращаясь снова к схеме У нас здесь есть еще пара SMD конденсаторов Номиналом 0,1 микрофарад Заменю и их на всякий случай Для надежности Продолжение следует... А заодно меняю все драйверы на новые Тоже на всякий случай Так как сейчас любое неверное включение Может вообще вывести карту из строя То есть видеочип Мне этого не надо А поэтому меняю сразу все И так заменил я теперь все драйвера И поэтому теперь очищаем все это дело Ух, горячо тут Так, друзья, заменил я драйвера Часть обвязки Сейчас проверим Даст ли это результат Снова мультиметром проверяю все значения сопротивлений Нет ли каких-то отклонений Это очень важно Никаких проблем по сопротивлениям я не нашел А поэтому можно повторно подключать Видеокарту к тестовому стенду Так, тут подключаю Видеокарту к тестовому стенду Через райзер Ну и давайте смотреть Так, вот что, 12 вольт Ничего не сгорело Так, теперь смотрим Работают ли наши драйвера На всех фазах Да И снова проверяю все фазы поочередно Так, ну что, давайте Я еще ни разу ничего не включал Так Так, есть запуск Первая фаза Вторая Третья Четвертая Пятая О! И шестая фаза успешно заработали Да! Шестая нерабочая фаза после проделанных манипуляций Успешно заработала Получилось! Что не может меня не радовать Мы двигались в правильном направлении Хотя я уже думал, что ничего не получится Еще раз демонстрирую корректную работу Шестой фазы питания А раз шестая фаза заработала То можно карточку подсобрать Вытираю старую засохшую термопасту При помощи своей старой футболки Покупал в местном секонд-хенде Термопасту пришлось отколупывать Готово! Наношу новенькую термопасту MX4 Аккуратными ровными движениями По кристаллу размазываю Устанавливаю обратно систему охлаждения VRM И собираю карту в обратной разборке Последовательности Подключаю уже собранную видеокарту В мой тестовый стенд Напоминаю, что более 10 секунд После загрузки рабочего стола Карточка так и не проработала Загружу операционную систему И параллельно слежу за потреблением тока По дополнительному питанию Если сейчас она не будет выключаться Значит мы все сделали правильно Итак, друзья, в общем-то карта загрузила Операционную систему Итак, друзья, загрузилась операционная система У нас ни с того ни с сего появлялся черный экран И я даже и не успевал зайти в диспетчер устройств На этот раз все нормально И как видите, карточка больше не выключается Как минимум диспетчер устройств я открыть смог И это уже победа Видеокарта GTX 1070 от Asus Успешно определилась и нормально работает Потребление карты в дежурном режиме составляет Около полампера Приступаю к тестированию Сначала я запустил легенький тест 3DMark Карточка его с легкостью прошла При этом потребление тока примерно составляет Вот такое динамическое значение Давай, теперь самое страшное Далее я запустил очень страшный тест Волосатый бублик То есть 4Mark Он дает максимальное потребление тока В районе 7,5 А На этом моменте я поднапрягся Но, к счастью, ничего не вылетело И работает корректно Далее видеокарта прошла еще пару тестов Без особых проблем Осталось ее потестировать долгое время И можно выдавать клиенту На данный момент времени Видеокарта прошла несколько дней мощных тестов И проблем не обнаружено И наверняка вам интересно А сколько же стоит подобный ремонт? Для клиента-подписчика Этот ремонт обошелся В 7000 российских рублей Это восстановление оторванных элементов И ремонт вазопитания ГПУ Ну а что там делалось подробно Я показал По итогу могу точно сказать Что замена лишь одного драйвера Не приводит к положительному результату И я это продемонстрировал Благо ничего не вылетело И работает исправно И на этом у меня все Всем спасибо за просмотр Надеюсь было интересно и полезно Еще увидимся, но уже в следующем видео Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok